Врач, кандидат медицинских наук, драматолог, косметолог, владелец сети собственных клиник. И мы сегодня продолжаем очень актуальную тему, тему дисплазии сытной ткани и смотрим на нее сегодня глазами кардиолога. Но у меня в гостях мой коллега, известный доктор Иванов Константин Павлович, кандидат медицинских наук, сейчас я прочитаю все ваши регалии, я тут тренировалась, заведующий центром кардиологии и терапии научно-клинического центра номер 3 Академика Петровского, научный сотрудник Института Чазова Минздрава России, журналист и телеведущий Константин Павлович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы обещали мне сегодня помочь, потому что я честно призналась вам, что кардиология это не моя специальность, я все же дерматолог, но почему дерматолог и кардиолог вдруг вместе собрались поговорить о дисплазии? Давайте сегодня поговорим прежде всего о том, это действительно актуальная тема, есть ли такой диагноз дисплазия в кардиологии или диспластическое сердце, или это вот такие модные тренды и скорее медицинский маркетинг, чем реальная проблема. Хотелось бы, конечно, сказать, что это еще раз, во-первых, здравствуйте, тема безумно актуальная. Я хочу вам признаться, я почему-то тоже не очень хорошо в кожных заболеваниях поздравляю. Мы прогуливали дерматологию, папулы и пусты. Ни в коем случае, ни в коем случае, кафедру Скрипкина помню до сих пор, вот, поэтому, но надо сказать, что нередко, нередко в нашей специальности мы привлекаем, конечно же, смежных специалистов, потому что это бесконечно важно, и зачастую разобраться в этом очень непросто. Кстати, очень показательная история, поскольку два года мы сейчас провели в ковиде, что на самом деле врачи, которые занимаются кожей, если так можно сказать, это очень важно. Во-первых, это очень важный прогностический признак, который нередко нам помогает очень быстро смоделировать то или иное поведение заболевания. И почему я сегодня такой с некой улыбкой, немножко натянутой сначала говорил, потому что вообще, когда говоришь про различные заболевания соединительной ткани, различные коллагенозы, их достаточно много, в общем-то, никто особо в это лезть не хочет, потому что тема действительно достаточно сложная. Тема с точки зрения генетики и иммунобиологии вообще непростая, но тема бесконечно важная, потому что таких пациентов на самом деле кажется мало. В калуарах мы с вами обсудили, что вы на приеме встречаете таких пациентов как раз достаточно много. Я, слава тебе, Господи, в меньшей степени, но по той простой причине, что я взрослый кардиолог. Если бы это было детство, и перечитать заболеваний очень много, потому что начиная от порока, который связан, условно говоря, дефект межпритерной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, тетрада фало, коортация аорты, заболеваний очень, различные виды неправильного развития легочной артерии, это все, может быть, так или иначе связано с заболеванием соединительной ткани. Безусловно, потому что соединительная ткань у нас везде, и, конечно, страдает не просто орган, функция этого органа, но в общем и целом качество жизни наших пациентов. Одно влечет за собой другое. Вот смотрите, я подготовилась к нашей беседе, и был большой симпозиум в Омске, он был в 90-м году, уже сколько лет прошло, на самом деле, довольно много, сейчас 22-й год, да? И было вы, было так, нашими коллегами, да, сформулировано понятие, так называемого, диспластического сердца. Понятно, что это полигенные мультифакториальные природы с определенными фенотипическими признаками, дисплазий соединительной ткани глобальной по всему организму, но так или иначе, вот это определение Гавриловой, так или иначе, с определенными клиническими симптомами, которые имеют диагностически значимое значение и подтверждены в ходе доказательной медицины, в ходе клинических исследований. Почему об этом мы стали говорить? Потому что, по мнению авторов, есть несколько проблем, связанных, прежде всего, с осложнениями. С чем мы встречаемся? Это нарушение ритма проводимости сердца, это инфекционный эндокардит, это тромбоэмболия различных сосудов, и даже мы сегодня тоже в куларах об этом стали немножко говорить, риск синдрома внезапной смерти. И я рассказывала ситуацию, когда к нам обратилась пациентка для проведения нитевой подтяжки лица, ей 34 года, ну, собственно говоря, по возрасту довольно рано проводить имплантацию нитей, у нее был гравитационный птоз уже второй степени, выраженная слабой сытной ткани на лице, синдром Кутис-Лакса, нарушение плотности тургора кожи, многочисленные стрии в анамнезе, гипермобильность суставов у этой пациентки, головные боли, она страдает мигренями с детства, она страдает вегетососудистой дистонии, да, она метеозависимая и так далее, вот со слов пациентки, это были ее жалобы. Не люблю, не люблю это понятие, да. Абсолютно точно, согласна, но вот это со слов пациентки, да, она чувствует ухудшение общего самочувствия на погоду, и самое главное, что у нее было в анамнезе, когда мы стали все собирать, у нее был инсульт. Слушайте, все то, что вы сейчас описываете, очень похоже на Эллирс и Даулинс как раз, там вот все типичные вещи, которые вы сейчас описали на самом деле. Поэтому мы знаем, что у нас есть национальные критерии дисплазии и международные критерии дисплазии, и хочется все-таки об этом поговорить с кардиологом, вот все-таки с точки зрения взрослой кардиологии. Если мы говорим об сочетании диспластического сердца, конституции топографических, анатомических и функциональных изменений у человека с дисплазией, то я вот тоже себе подсматриваю так называемая миксоидная болезнь сердца. Это различные пролапсы, нарушение ритма, как кардиолог к этому относится? Смотрите, диспластическое сердце и вообще миксоиды, это не совсем, я считаю, справедливым термином. Вообще, надо сказать, что изначально, когда разрабатывали все эти рекомендации, я более свежие, например, помню очень важные пересмотры 2006 года, 2010 года, 2012 года в отношении всех соединительно-тканных заболеваний, то надо немножко, наверное, аккуратно подходить к подходу терминологии, потому что она на самом деле достаточно разная, так же, как и статистика. И если говорить про функционально значимые изменения, которые нам бы помогли, потому что я думаю, что вдаваться в сильно большую науку, наверное, нам сегодня не стоит, нам надо для, если мы говорим про врачей, пояснить основные критерии, чтобы они нам смогли потом направить. И вот, вы знаете, я очень любопытную делаю выборку из тех критериев, которые вообще существуют, что очень важно по диагностическому коэффициенту, так называемому. Ну вот просто, чтобы было понимание, астеническая грудная клетка, диагностический эффициент 3,99, а келевидная деформация грудной клетки 2-3 степени, это 15,7%. Это мы сейчас чуть попозже подойдем к синдрому морфана. Дальше, вот что я для себя. Воронкообразная 9,28, сколиоз 8,97. У кого его нет? Сразу вспомните просто про детишек, вот на секундочку. Синдром прямой спины 10,5% важности. Дальше, вот об этом почему-то чрезвычайно важно забывают, и, кстати, нередко нам об этом подсказывают врачи из вашей области, когда обращать внимание, говорят, там есть вентральные грыжи, почему на это никто не обращает внимание? Сколько раз я об этом слышал, человек совсем за другой проблемой приходит, в итоге это выясняется. И вот очень важный критерий, гипермобильность суставов, 10,5%, но по многим современным критериям и для многих современных системных заболеваний, на самом деле, гипермобильность суставов не является столь важным критерием, на самом деле. То есть еще, казалось бы, отсылка к 96-му году и чуть раньше, это чуть ли не первый критерий был, который нам дальше говорит, что вот надо это делать, это, это, это. Сейчас нет. И, конечно, вот что любопытное, специально для вас как раз, гиперрастяжимая кожа почти 11%, да, и вот что мне, с чем я не согласен, здесь критерии 5,83 в одной ситуации и 5,56, во-первых, голубые склеры, на самом деле, это важно. На самом деле, вот осмотр офтальмолога, это бесконечно важно для всех системных заболеваний. И, знаете, такое несколько, я бы не сказал халатное, так нельзя говорить, но мы прицельно не смотрим варикозное расширение вен нижних конечностей. Это очень важный критерий, которым мы непременно должны, конечно же, мы не можем просто его не обходить. Поэтому вот если в совокупности брать вот эти все критерии, то на самом деле мы получаем очень любопытную вещь. Вот по всем этим даже старым критериям, если мы получаем, что у нас коэффициент получается где-то 17, то это уже мы можем говорить о системном заболевании, да. Если это до 23, если не ошибаюсь, то значит течение заболевания, скорее всего, будет благополучное. Свыше 23 это будет уже такое злокачественное течение заболевания. И на самом деле, то есть какое количество времени прошло, многое, разумеется, в рекомендациях все равно претерпевает изменения, но тем не менее те старые данные, на них непременно нужно опираться современному врачу, потому что это ведь просто. Мы сейчас не говорим про сложнейшую иммунологию белки, и мы, разумеется, их коснемся, если вы сегодня захотите, мы поговорим про генетику. Но вот простой осмотр, вот вы совершенно верно сказали одну вещь, на которой я бы зациклил свое внимание, фенотип. Фенотип. Вот пришел пациент, на что мы должны обратить внимание, чтобы понять, что здесь есть подозрение на недифференцированную дисплазию, и что здесь надо покопаться, не просто халатно отнестись к этому пациенту формально, да, а собрать эти все симптомы в какую-то единую систему и выстроить такой комплексный подход к улучшению качества жизни, прежде всего, этих пациентов. Ну, смотрите. И выявить астированную патологию. Вот смотрите, наверное, давайте возьмем классическую картинку, это касательно синдрома морфана. Все-таки это наиболее наглядный пример, при том, что мне очень не нравится, несмотря на достаточно немалую инвалидизацию, отношение к этим людям еще в обществе. Тоже немаловажная проблема, потому что надо понимать, что при синдроме морфана зачастую за счет высокого выброса адреналина, между прочим, IQ у этих людей очень-очень высокое. И можно вспомнить многих известных композиторов, пожалуй, я вот, судя по рукам, да, потому что важный симптом, конечно же, Паганини, первый, кто приходит в голову, Корне Чуковский. Да, много очень известных людей было диспластикой. Огромное количество людей, которые, между прочим, обладают очень высоким IQ, обладают достаточно веселым характером, и на самом деле протекание заболеваний ни в коем случае им не мешает жить. Но прежде всего, конечно, когда заходит человек, надо его первым же взглядом, первое, что мы видим, когда он заходит, мы окидываем его своим взглядом, и, безусловно, мы видим, что есть диспропорция. Диспропорция в росте, что человек высокий, человек худощавый, что у него есть, когда мы начинаем смотреть, либо клиновидная грудная клетка, либо воронкообразная грудная клетка, на что мы обращаем внимание, а дальше пальчики. Знаете, как про педевтику, вспоминаем про педевтику, и мы там не пытаемся найти часовые стекла, как вторичные изменения уже, а мы смотрим, а что вообще с пальцами, а длинные ли они, а не напоминают ли они паутины, такие руки паутины. И вот я вспоминаю, наверное, благодаря нашим учителям, я до сих пор помню, что мы можем сделать очень простую штуку, особенно для детишек, и если большой пальчик у нас не выходит, то это уже очень хороший прогностический признак того, что у нас нет большой проблемы. А у детей, насколько я помню, опять же, не являясь детским кардиологом и педиатром, есть бесконечно важный прогностический признак, конечно, опять же, смотрят средний пальчик. Не буду сейчас врать в силу того, что не помню, но там тоже есть критерии, сколько он должен быть, и это тоже является очень весомой оценкой. Ну и, конечно же, дальше мы должны непременно осмотреть глазное дно, потому что, исходя из этих критериев, мы уже потихонечку можем сопоставить ту картину, которая есть. Есть ли изменения на коже? Безусловно, надо осматривать. Есть ли изменения с точки зрения скелета? Конечно, начиная от кифозов, сколиозов и так далее, это все тоже имеет место быть. То есть пациента мы осматриваем вдоль и поперек. Дальше, конечно, для постановки диагноза морфана сейчас это не представляет сложности. Это действительно не представляет сложности, есть определенные критерии, по которым мы выставляем. Разумеется, это трансторакальная эхокардиография, если мы подтверждаем это. Но я думаю, что если есть необходимость, мы можем отдельно каждый по синдромам разобрать, по симптомам. Потому что у нас же есть еще и недифференцированные формы. У нас есть морфаноподобные заболевания в огромном количестве. Вот такой ребенок родился. С точки зрения, опять, кардиологов, в плане прогноза и в плане такой превентивной тактики, на что мама должна обращать внимание? Например, неизвращенное овальное окно, дополнительная хорда в сердце, пролапсометрального клапана. На что мама этого ребенка или педиатра должна обращать внимание для того, чтобы направить этого ребенка и оказать, если нужна, помощь или заниматься профилактикой? Вы знаете, тут, наверное, очень важный момент. Поскольку мы говорим про мутацию гена фибриллина, FBN1, тут очень важно понимать, что все эти заболевания имеют либо аутосомно-доминантное, либо аутосомно-рецессивное наследование. И если мы говорим про морфана, то если болеет один из родителей, то в 50% случаев заболевает ребенок. Но, вот опять же, что не поясняется зачастую, через поколение это не передается. Если ребенок не заболевает, у его детей не будет этого заболевания. Это очень важно подчеркнуть, потому что нередко это путают, а это правда важно. И, конечно же, если есть носительство и есть желание, и речь идет о том, чтобы завести, без позволения сказать, такое слово ребенка, все-таки не собачку заводят, да, то, конечно, здесь нужно делать генетический скрининг. И, конечно, это очень важный прогностический критерий для того, что же в итоге произойдет. Дальше, на самом деле, для оценки именно того, что произойдет, очень трудно судить, потому что существует масса белков, которые надо оценивать. Совершенно не точно, если даже есть этот синдром морфана, то, что этот человек будет сразу инвалидом, то, что у него будет, условно говоря, расслаивающая невризма орта, я прямо такими говорю сейчас, жизнеугрожающие нарушения ритма в виде желудочковой тахикардии. Нет, это вовсе не так. На самом деле, шансов достаточно много на то, чтобы прожить абсолютно нормальную жизнь. Но просто надо понимать, что это очень серьезно зависит от того специалиста, который дальше будет этим ребенком заниматься, потому что сколько существует различных маркеров, там, маркеры деградации коллагена, одного вида коллагена сколько существует, там, первый, второй, третий тип, девятый тип, и то есть вот эти... Больше 28 типов, конечно. Вот, ну, такие вот основные вещи, и, на самом деле, очень много вот этих вещей, которые мы... Матриксные металлопротеиназы, аскорбиновая кислота, витамин D3, минеральные вещества. Сейчас об этом тоже поговорим. Масса всего, но, но, вот хочу одну вещь прояснить. Все генетические исследования очень дорогие, как правило. И вот мы, когда говорим про науку высокого полета, на самом деле, надо соизмерять то, что где-то это есть, и таких, на самом деле, клиник и центров очень мало, которые серьезно занимаются этой проблемой. И я считаю, что как раз это должны заниматься узкие специалисты, и в этом непременно разбираться. Но вот увидеть основные вот эти моменты мы непременно должны. То есть взглянуть пациента, собрать полноценный генетический анамнез. Опять же, то, что мы сказали уже про фенотип, безусловно, весь осмотр. И тот скрининг, который есть, и те инструментальные виды исследований, которые у нас сейчас есть, на самом деле нам позволяют практически все. Потому что, да, есть МРТ, есть КТ, есть рентген, есть эхокардиография. То есть, в принципе, с точки зрения кардиологии, у нас есть все моменты. И то, с чего мы начинали, ведь мы совсем недавно отмечали Международный день кардиолога. И как раз в этот день лично я говорил про риск внезапной смерти. Мы очень часто говорим про гипертрофическую армиопатию, как тоже, между прочим, генетически детермируемые заболевания. Мы очень часто говорим про любые другие вещи, там, синдром Бругада, синдром удлиненного КУТЭ. Но, по большому счету, причина внезапной смерти, в подавляющем большинстве, нарушение ритма. Нарушение ритма. И очень часто вот эти заболевания соединительной ткани, они приводят в итоге к жизнеугрожающим нарушениям ритма. И на самом деле сейчас многое зафиксировать мы способны. Еще немножко тогда о клинике, потом хотелось бы еще о генетическом тестировании поговорить. Вот нашла статистику, что в популяционных исследованиях феномен пролапсометрального клапана выявляется у 22,5% детей в возрасте до 12 лет, а у деток с дисплазией до 68%. То есть статистически более часто. Давайте поговорим о клинических проявлениях пролапсометрального клапана, но с точки зрения приема, терапевтического приема или моих коллег. Как нам понять это минимальные, значительные изменения в корреляции с вегетативными нарушениями, психовегетативными, психоневрологическими отклонениями. Как мы должны выявлять это и вести совместно таких пациентов? Очень любопытно. Это знаете пролапсометрального клапана? Вот пришла ко мне пациентка условно, говорит, хочу уколоть инъекции к коллагену, потому что у меня есть дряблость, это не кожа. Мне целых 29 лет, доктор, что мне делать, это правда, я старею. Сама дошла в 29? Она сама дошла. Они сами доходят, диспластики доходят, начиная с 24-25, показывают дряблость, показывают вот так, оттягивают кожу лица и шеи, говорят, доктор, я не хочу быть похожа на собаку породы шарпей, давайте сделаем, я сделал генетическое тестирование, почему я вас спрошу потом про это. У меня проблема синтеза коллагена, проблема матричной металлопротеиназы третьего типа, прям приносит это все. Да, терапевт сказал, что у меня есть дисплазия, вот у меня есть пролапсометрального клапана, и что делать? Назначьте, меня никто не берет. Кардиологи, значит, меня отправляют к терапевтам, терапевты туда-сюда. Вот, пришла я к косметологу. Можете ли вы мне назначить какие-то такие анализы, какие-то такие таблетки, чтобы не только меня поддержать за счет, не знаю, уколов, массажа и так далее, а еще как-то комплексно взглянуть на эту проблему. И вот такое выявление пролапсометрального клапана, ассоциированного с нашей патологией, с ранними рисками преждевременного старения, синдромом дряблой кожи, пустой кожи, так называемой, гипермобильностью сустава, потому что стареют они не кожей, не морщинистостью, а стареют они птозом, связками на лице. Идет раннее нарушение эластичности, образование коллагена, стрии, и, соответственно, раннее проявление гравитационного птоза. Приходит девушка в 29 лет, которая выглядит в ряде случаев действительно внешне и хуже, чем женщина к 40, без признаков дисплазии. И вот про пролапсометрального клапана. Какие у них жалобы? Одышка, перебои в сердце, особенно при каком-то эмоциональном напряжении, какие-то давящие боли в грудной клетке. Как мы должны к этому относиться, если мы не кардиологи? Нужно ли это к вам направлять? Не нужно. И вообще пролапсометрального клапана, насколько он опасен или не опасен? Смотрите, почему я говорю, что крайне-крайне я буду аккуратно говорить об этой теме, потому что эта тема относительно близка с вегетососудистой дистонии. Но именно у нас. Именно у нас. Потому что надо понимать, что зачастую ставят там пролапсометрального клапана, там, условно говоря, 3 миллиметра. В общем-то, это из-за пролапса считать не имеет смысла абсолютно. Нет никаких ни 5 миллиметров, ничего. И в подавляющем большинстве случаев, на самом деле, пролапсометрального клапана, он абсолютно никакой клиники не даёт. Если это выраженный пролапс, то это уже приведёт к метральной недостаточности. Метральная недостаточность, разумеется, она даёт свои определённые признаки, но в начале метральной недостаточности мы, как правило, ничего симптоматического не видим. К сожалению, нету так называемых нарушений ритма, которые, они, конечно, могут возникнуть. То есть, опять же, риск внезапных нарушений ритма, он всегда присутствует при заболеваниях санитной ткани. Об этом стоит помнить всегда. Но если это выраженная метральная недостаточность, соответственно, она уже будет приводить к сердечной недостаточности. Поэтому тут критерии, в общем-то, все одни и те же. Сердце, оно так или иначе будет компенсировать ту работу, на которую взвалено ей благодаря пролапсу метрального клапана исходно. Повышение частоты сердечных вращений. В нередких случаях это может быть гипотензия, а не гипертензия. Но вот любопытно, тоже специально сегодня посмотрел последнюю статистику, сейчас вам скажу. А, вот она у меня. Значит, с какими основными жалобами приходят? Кардиология – 78%, утомляемость – 87%, пониженное настроение – 66%, метеочувствительность, которую мы, кардиологи, не признаем абсолютно – 77%, тревожность – 76% и смешанное – 88%. Это к тому, что, на самом деле, когда мы обсуждаем вот эти все жалобы у пациентов, вы знаете, они настолько, да вы это знаете, они настолько неспецифичны. Миллион заболеваний существует, которым эти жалобы можно применить. Сразу же ты задумаешься о эндокринологе, потом, посмотрев суставы, ты задумаешься о ревматологе, тут послушаешь, а почему-то тахикардия частота больше 100, задумаешься о кардиологе, в конце концов. И, то есть, конечно, это очень смежно. Вот все, что касается метрального клапана, это немножко, знаете, гипертрофированная история, потому что, на самом деле, на самом деле, говорю, очень часто его пишут, но на деле никакой клинической картины он не дает. Если же, безусловно, это уже серьезная проблема, то понятно, что любую серьезную проблему, которая связана с клапанной патологией, мы решаем на уровне хирургии, но когда это уже, условно говоря, та регургитация, которая просто человеку не позволяет жить. Каков генез нарушения ритма у таких пациентов, и почему статистика говорит нам о том, что такие пациенты с дисплазией, с нарушением синтеза цитной ткани, страдают более часто, чем в общей популяции? Вы знаете, генеза, в общем-то, ритмии никто не отменял. Он, в общем-то, когда сицилийский гамбит еще был разработан, он тот же самый, их три типа. Вот, это патологический автоматизм, реэнтри и триггерная активность. Поэтому тут ничего нового мы, собственно говоря, не придумали. И если что-то нам не нравится, если возникает какой-то пароксизм, условно говоря, начинает пароксизм и фибрилляции, которые, безусловно, мы уже умеем лечить как медикаментозно, у нас существуют различные классы антиаритмических препаратов, так и с помощью радиочастотной облацы, например, которую мы блестяще используем сейчас в кардиологии, особенно коллеги, с которыми мы работаем, мы это постоянно делаем, так и те же самые брадиаритмии, которые приводят к синоартериальной блокаде, там, синусоресту, атриовентрикулярной блокаде, далеко зашедшей. Ну, то есть те состояния, которые приводят к так называемым синкопальным состояниям, вот, синкопальное и пресинкопальное состояние, то, конечно, у нас сейчас есть все возможности для постановки имплантации кардиостимулятора. Поэтому главное это вовремя поймать, главное вовремя на себя обратить внимание, что что-то у меня стало какое-то частое головокружение, почему-то у меня возникает нередко гипотония. Мы так часто говорим про то, что повышенные цифры артериального давления. Да, это сейчас мы говорим, что это бич, это проблема, а вот про гипотонию почему-то мы говорим, согласитесь, намного реже. Абсолютно точно. И, конечно, вот эти шаг за шагом, на самом деле, этот клубочек можно совместно распутывать. Если мы вернемся к диагностике, есть ли какая-то специализированная, специфическая диагностика? Например, вот я знаю, что наши коллеги-терапевты таким пациентам назначают профильный аминокислот в моче, например, гидроксипролин, пролин после 12-часового голодания, да? Есть какие-то специфические тесты, анализ КФК, креатин, фосфокиназы, периферическая активность лимфоцитов, но это больше в научных исследованиях, в рамках кандидатских диссертаций, докторских работ и так далее. Если нас смотрят, допустим, даже терапевты, кардиологи, врачи разных специальностей, они понимают, что у них тоже есть такие пациенты, которых нужно вести комплексно. С точки зрения кардиологии, какой, вам кажется, должен быть минимальный диагностический набор для таких пациентов? Что можем посмотреть, чтобы заподозрить данное состояние или диагноз, даже если мы о нем говорим, что это диагноз? Вы знаете, на самом деле, столько маркеров, я бы вообще начал бы с глюкозамина гликана, например, с фибронектина, их очень много. Но на самом деле это надо делать все-таки в специализированных учреждениях, потому что где-то это метод хроматографии, где-то это метод ИФА, где-то это моча, где-то это кровь, где-то надо смотреть соотношение коллагена, что тоже очень важно. Где-то надо смотреть соотношение металлопротеина для прогностического признака. Но действительно, вы правы, это в большей степени все-таки академическая наука. Но, кстати, макро- и микроэлементы, те же самые витамины, это бесконечно важно. Мы почему-то нередко про это забываем. И, знаете, есть один очень важный момент, про который мы почему-то тоже говорим достаточно редко. Например, это гомоцистеин. Вот тот маркер, который, по большому счету, надо смотреть практически всем. Это очень важный прогностический маркер. Независимо даже от того, что есть ли заболевание соединительной ткани или нет. Поясните, пожалуйста, расскажите нам об этом. Потому что мы, если видим, что у нас он выходит из нормальных критериев, мы непременно должны дальше вести поиск. В том числе, например, и в отношении витаминов D3, витамин. И в отношении, опять же, прогноза сердечно-сосудистых заболеваний. Прогноза атеросклероза. На предмет того, что нужно ли смотреть на предмет микроальбуминурии. То есть очень много вещей, которые мы должны смотреть на предмет того, что будет ли в дальнейшем, например, нарушение функции почек. То, что очень часто бывает при системных заболеваниях. Абсолютно. И у пациентов с дисплазией вообще описано нарушение функции почек и ассоциация с кардиологической патологией. Поэтому гомоцистеин может быть нам здесь помощником в этой ситуации. Абсолютно. На самом деле проблема в том, что зачастую далеко не всегда мы кардиологи, особенно там, кто занимается артериальной гипертензией, микроальбуминурию, всегда смотрят, но не всегда ее возможно вот так вот пощупать, посмотреть. Да, вот мы обсуждаем большие материи, что хорошо бы все это взять, хорошо бы все это сделать. А в этот момент неплохо бы, чтобы еще посмотрел, ну, забрать там, не знаю, условно говоря, циреактивный белок, ревматоидный фактор, АЦЦП, чтобы системные какие-то вещи. И это все хоп-хоп-хоп-хоп, как нежный ком для пациента. А на самом деле я не считаю, что очень много клиник, которые готовы на себя взвалить, и врачи в этом совершенно не виноваты, огромный комплекс анализов, который стоит очень дорого. И все-таки для того, чтобы мы проводили генетическое исследование, у нас должны быть предпосылки, прежде всего, для того, чтобы это подтвердить. Потому что, например, если мы видим, что есть поражение сетчатки и, например, поражение корня аорты, ну, нам двух прогностических признаков, вот так вот более чем достаточно, а если мы нормально, трансарокально посмотрели Аттинусу в Альсальве и все это просмотрели хорошо, мы это хорошо все увидели. Если один из признаков, FBN1, придется смотреть ген. Ну, как придется? Конечно, нужно по-хорошему знать, учитывая то, что генетика развивается, и это та самая, как раз, знаете, правильная академическая научная генетика, нежели чем, как я называю, карусельная генетика, сколько мы пробежим, какие у нас силы, какие у нас IQ и так далее. IQ и так далее. То есть вот от шарлатанства к нормальной науке. И зачастую именно без генетического тестирования мы не сможем поставить тот или иной диагноз, и мы не сможем выработать стратегию, самое важное, поведение с этим пациентом. Соглашусь, безусловно, в рамках доказательной медицины нужна современная диагностика. Если мы говорим о генетическом тестировании, который сейчас развивается во всем мире, для пациентов с особенностями развития сытной ткани, какой должен быть минимальный диагностический набор не в рамках научной академической базы, а в рамках прикладной специальности? Что, на ваш взгляд, кажется наиболее оправданным посмотреть у таких пациентов? Вы знаете, но поскольку мы уже это обсудили, я считаю, что если... Может, просто назовем, чтобы врачам ориентироваться? Я считаю, что поскольку... Ну вот, если мы говорим про Эллирса-Даннелса, то понятно, что это системное заболевание связано с коллагеном, то есть все гены, кодирующие коллаген. Если мы говорим про морфана, который мы уже обсудили, то, естественно, мы непременно говорим про фибрелин и про ген FBN1. Если, но... Про матричный металлопротеиназ. Не все помнят, что это такое. Матричный металлопротеиназ. Вы знаете, матричный металлопротеиназ, особенно третьего типа, это очень любопытно и важно для тех же самых кардиологов, которые во многом это использовали при ишемической болезни сердца, при атеросклерозе. То есть мы тоже думали, что это таким будет великим прогностическим критерием, но зачастую не укладывается это. Немножко это не так. Я все-таки склонен, чтобы каждый специалист занимался своим делом. Если мы увидели первые признаки того, что мы подразумеваем под заболеванием соединительной ткани, мы направляем генетику. Генетик должен этим заниматься. В том числе в специализированной лаборатории, и он непременно должен принимать эти решения, потому что на самом деле, вот мы когда только-только начинали с вами программу, мы же сейчас говорим исключительно про заболевания, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, а если разбирать про все заболевания соединительной ткани, их такое количество. Конечно. Но они, знаете, как шерочка-смошерочка, одно цепляет другое. И мы сейчас больше о патологии сердца, а сосуды, насколько они вовлечены в эту ситуацию. И мне кажется, что иногда они играют роль первой скрипки даже, превалируя над сердечной патологией. А какой диагностический комплекс сосудистой патологии мы можем тоже обнаружить клинически у пациентов с особенностями развития соединительной ткани? Вы знаете, но прежде всего... А что маме-то ждать вот с таким малышом? На что обратить внимание? Если мы говорим про аморфана, опять же, то, безусловно, а это, знаете, это главенствующий фактор среди этой патологии, конечно, чего мы больше всего боимся. Мы боимся того, что будет увеличиваться в ширине корень аорты, простым языком совершенно говорю. И это принципиально важно. И хороший кардиолог, на самом деле, если он видит, что не так все страшно, он просто будет раз в полгода, раз в год, он будет повторять ультразвуковое исследование, что не так сложно, и будет это отслеживать. Но это хорошо, когда это так происходит. Иногда бывает совершенно по-другому, что человек себя абсолютно нормально чувствует, ни на что не обращает внимания, а потом он попадает к нашим изумительным эндоваскулярным хирургам, потому что возникает расслаивающая невризма аорты. В моменте острейшая боль, гипотония, потеря сознания, все. Вот так. И хорошо, что у нас есть сейчас те хирургические методы лечения, даже не открытые операции. При том, что у расслаивающих аневризмов существует много типов, достаточно. И если раньше у нас, по сути, отчасти это даже был где-то приговор, то потом, конечно, наша тракальная сердечно-сосудистая хирургия очень выросла. И мы имеем великих хирургов, которые делают операции Бентл и так далее. То сейчас, сейчас, малоинвазивная хирургия через малые проколы способна поставить стендграфт, как большой стенд не только в коронарной артерии, но и в аорту. Перекрыть вот этот так называемый ложный канал и так далее, и человека спасти. То есть технологии, на самом деле, абсолютно уникальные. Мы дефект межпредсердной перегородки также можем закрывать малоинвазивно сейчас. То есть важно что? А расскажите еще про венозную систему. Ведь там венозное поражение тоже довольно-таки. Венозную систему сейчас вот прям обязательно коснусь. Очень важно то, что вы сказали у ребенка. Говорю, вот методика ультразвукового исследования, пожалуй, я бы ее поставил номером один в кардиологии, потому что она показывает практически все, то, что нам надо увидеть. И дальше, конечно, мы вовремя обращаемся и вовремя можем решить. Даже серьезнейшая, казалось бы, патологика, как тетрадофало, и то и с этим сейчас мы уже очень хорошо работаем. Венозное, совершенно справедливо, то, что мы поговорили. А почему-то как-то никто не вспоминает по поводу того, что тромбоэмболия, вообще-то это тоже колоссальный риск внезапной смерти. Конечно. И когда мы говорим, ой, да подумаешь, там у него вот девочка приходит, 25 лет, да подумаешь, наверное, вот на колбухах ходит. В стрингах и в узких джинсах. Непременно. Все как положено, да. И это поверхностные вены, с ними делать ничего не надо. Давай, пока. Пока. А ты смотришь, а почему-то какие-то вещи у совершенно симпатичной девчонки в 25 лет начинают обвисать кожа, начинаешь смотреть тургор, и что-то, в общем-то, тебе не нравится. И нередко я такую пациентку отправляю еще одному специалисту, гинекологу, где возникает еще одна проблема, которая тянет за собой целый, опять же, клубок. А когда мы начинаем обследовать те же самые вены малого таза, причем нормально, предметно с КТ с контрастированием, то оказывается, там флотирующий тромб находим. Там куча сюрпризов. Вот. И хорошо, если вовремя поставили ловушку, так называемую, да, и человека спасли. То есть, на самом деле, на все эти вещи очень важно и необходимо обращать внимание. Также, в общем-то, кстати, как и на суставы. Потому что начинаем мы всегда. Так, ну это там вот подагра. Это, причем без анализов, ревматоидный артрит 100% там. При том, что я вообще это казуистика. Ребята, я понимаю, что собирать анамнез, это очень важно, но вы хотя бы, когда вы это говорите, вы тип серонегативный, вы как будете выставлять? Вообще, ну, опять же, вот эти все маркеры, которые в дальнейшем мы должны вести, вот это принципиально важный момент. И, опять же, зачастую диагностика очень сложная, потому что мы уже получаем какие-то артрозы, например, которые уже сформировались в раннем возрасте, и которые, на самом деле, исходно были как раз проблемой соединительной ткани. А знаете, чем все это заканчивается? Тем, что наши пациенты разочаровываются в классической медицине и начинают искать альтернативные пути, в том числе многочисленных инфоблогеров, инфо-цыган, понимаете, начинают ходить по различным специалистам, которые занимаются там нутрицептикой, показано это, не показано, лечиться многочисленными биодобавками, и потом ко мне приходит пациентка, вот я вам не вру, вот с такими мешками, причем это ни одна, ни две, ни три, очень много, вот с такими пакетами огромного количества биологически активных добавок. Говорит, так, мне это от суставов, это вот у меня сердце болит периодически, это значит, я для осанки, это у меня глаза плохо видят и так далее. То есть они действительно начинают самостоятельно лечением заниматься и слушают различных экспертов, которые вещают им в различных социальных сетях. Поэтому перейдем, у нас не очень много времени, пожалуйста, уважаемые коллеги, задавайте вопросы, спасибо тем, кто нам уже вот тут пишет, очень приятно. Прям буду называть препараты, которые рекомендованы были и моим пациентам в том числе, интересно просто ваше мнение, не смейтесь, не смейтесь, это довольно забавно. Ну, первое, что идея людей, которые занимаются интегративной медициной, они говорят о том, что дисплазия в основе своей имеет митохондриальные дисфункции, то есть нарушение функции митохондрии, поэтому все, что улучшает функцию митохондрии, ну, в том, все различные антиоксиданты, как приемы ПРОС, так и внутривенно, ну, там, капельницы с глутатионом в каждой коммерческой клинике, сейчас вам предложат капельницы золушки, капельницы с глутатионом с целью комплексного воздействия на соединительную ткань и так далее, до, ну, например, такого препарата, как Элькарнитин или Элькар. Давайте будем это комментировать. Попробую с точки зрения все-таки нашей тематики. У меня достаточно редкий был случай заболевания синдрома Холд-Орена, это руки сердца по-другому мы еще называем, как раз подтвержденный дефект межпредсердной перегородки, и, кстати, достаточно часто бывает при этом синдроме. И все там хорошо полечили, кардиологи справились, потом приходят на прием, начинают мне рассказывать вот эту совершенно интересную историю, а я диву даюсь. Начиная от мелдроната с тримитезидином, Кудесан, заканчивая Куинзином, Ку-10. Вот сейчас это был второй мой вопрос, сняли с языка. И Элькарнитином. Значит, дорогие мои коллеги, друзья, пациенты, если видят, давайте мы с вами договоримся. Наверное, мы в медицине столько времени ей отдаем, сил, упорство, нашего терпения, поверьте мне, огромного количества нервов, массу литературы штудируем, даже для сегодняшнего, поверьте, нашего совместного эфира. Это не десятки, это сотни страниц, на самом деле, просто мы не можем захватывать, это и, пожалуй, не нужно. Сейчас очень какие-то сложные вещи. Значит, существует понятие доказательной медицины. Хотите вы того или нет, мы живем в 21 веке. И я, например, несмотря на то, что я, например, бесконечно уважаю и люблю человека, который, в общем, отчасти меня тоже воспитал в кардиологии, Евгений Иванович Чазов, независимо от того, что будет произносить тот или иной профессор, сейчас даже профессор, при всем уважении, я скажу, простите, пожалуйста, на какие исследования, мета-анализы и на какие гайдлайны вы ориентируетесь. При всем уважении. Так вот, сейчас крайне часто это просто популизм и спекуляция за счет особенно биологически активных добавок. Конечно же, ребята, это очень удобно. Вы поймите правильно, если лекарственные препараты нужно тестировать, вкладывать огромное количество денег, и как нередко бывает, с некоторыми препаратами после вложения десятков миллионов нерублей их приходится отзывать, то с БАДами этого ничего делать не надо. То же самое FDA, им не нужно подтверждение FDA, чтобы их пропустили. Поэтому, конечно, все те рекомендации, которые должны быть, это должны быть исключительно специалистам. Но хочу обратиться еще к... Немножко все-таки вспомнить, дорогие коллеги, о репутации. Потому что нередко, например, наши эндокринологи очень любят назначать биологически активные добавки. А этого делать не стоит. Давайте тогда еще сразу про одну спрошу. У нас не очень много времени, чтобы мы успели на вопросы ответить. Давайте от тезисно прям так. Да, препараты магния вот тоже очень любят назначать пациентам с особенностями развития сытной ткани. Ну, давайте магнирод, вот, например. Ну, вы знаете, в отношении магния, на самом деле, не все так однозначно. Надо действительно... Это, кстати, важно. Зачастую, как раз мы, когда и говорим про все витамины и микро-макроэлементы, все, что касается магния, калия, натрия, вот этих вещей, это непременно надо смотреть, оценивать и дальше уже решать, есть необходимость назначать или нет. Потому что повсеместное назначение магний B6 направо и налево, конечно, им не имеет под собой тоже никакой абсолютно доказательной базы. Но если в этом есть необходимость, то, безусловно, по назначениям врача это надо делать. Это также, собственно говоря, очень быстро отвечаю, как не надо повсеместно употреблять витамин D. Сдайте анализ, а потом мы будем решать уже, надо это делать или нет. Что точно не будет лишним для такого пациента? Умеренные физические нагрузки, рациональное питание, в том числе с хорошим количеством тех же самых полезных веществ, которые находятся у нас в овощах, в большей степени, нежели чем во фруктах, потому что очень много фруктозы и глюкозы. Конечно, это белок, вне всякого сомнения. Нужно ли пить коллаген? Нет. Нет. Ни коллаген, ни эластин, ни гептопротекторы. Ни разу не видел доказательные. Со мной сейчас, наверное, многие не согласны в плане ревматологов, я знаю. Да. До сих пор идут большие споры, но вот я не находил что-то более-менее адекватное, прям большое, доказательное. Посмотрим. С течением времени знаю по поводу коллагена, знаю, но вот я не готов. И даже не только коллаген, а вообще в отношении даже не коллагена, а больше хондропротекторов именно. Конечно, на них сделали громадную ставку, но вот не знаю. Нет пока. Нет. Хорошо. Поотвечаем на вопросы. У нас осталось немного времени. Первый точно для вас. Является ли физиологический прогиб одной или двух створок метрального клапана, не являющийся пролапсом? Является ли физиологический прогиб одной створки или двух метрального клапана? Нет. Не является. Не является. А может ли быть пролапс метрального клапана бессимптомным? Да. Да. Как его находят? Это как случайная находка? Очень часто это просто случайная находка на ультразвуке сердца. С чем еще может быть связано преждевременное старение кожи? Образ жизни, конечно, с одной стороны, с другой стороны. У нас есть факторы генетики 20-25% и эпигенетические факторы. Если мы понимаем о несостоятельности сытной ткани, то мы видим, конечно, признаки старения. Плюс, конечно, это образ жизни, это и фотоиндуцированное старение, и гормональная система. Но с эпигенетикой пока все сложно, в кардиологии, во всяком случае. Пока все очень сложно, но мы не теряем надежды. Синдром дисплазии сытной ткани имеет отношение не только к кардиологии. Возможно ли в результате общего осмотра заподозрить данный синдром и оценить его тяж? Давайте еще раз соберем в качестве такой, the conclusion is, наш вывод, как врачу-неокардиологу специальности терапия, дерматология, эндокринология заподозрить такую ситуацию и вовремя направить. Ну, прежде всего, хорошенько осматривайте пациентов. Диспропорция уже вам о многом скажет. И вот как раз про глазное дно. Вот, непременно, безусловно, опять же, вы все осматриваете, глазное дно. Осматривайте, насколько длина рук нормальная. Осматривайте пальцы, осматривайте уставы. Непременно осматривайте кожу, в том числе оценивайте ее непременно тургор. Например, грудная клетка, безусловно, которая вам даст очень важный прогностический признак. И, конечно, признаков достаточно много. Это костно-мышечная, то есть это, соответственно, кожа, это сердечно-сосудистая система. То есть, конечно же, надо пациента послушать. Никто не отменял эти принципы пропедевтики, аускультация, перкуссия, пальпация, про которые мы сейчас забываем. Но, в принципе, аномалию ту или иную, особенно, говорю, очень важную с точки зрения кожи, вы, скорее всего, увидите. Но если про классику, то, что мы вот обсуждали, про холторона, про морфана, морфаноподобные некоторые состояния, заболеваний очень много, и зачастую нет, вы не увидите. Но в динамике, если вы с этим пациентом занимаетесь, кстати, очень часто вот кожные венерологи, они очень предметно, знаете, очень педантично осматривают пациента, он приходит через месяц и говорит, с тобой что-то не так. То есть вот такой вот сразу взгляд, и вот это очень важно, не забываем о том, что сбор анамнеза, сбор анамнеза генетического, конечно же. Часто у таких пациентов мы также выявляем гипопротеиномию, то есть мы видим синдром раздраженной кишки, нестоятельность кишечника, и мы видим гастроинтестинальную ассоциированную патологию, и как раз проколаген, то есть пациент начинает его пить, начинается брожение, нарушение всасывания, и мы получаем высыпание на коже, пациент приходит, у нас есть пустулезные, пополупустулезные элементы. При этом, например, стимулирующие методики, которые направлены на синтез коллагена в коже, слабоэффективны или невысокоэффективны, вследствие, например, наличия у пациента того же анамического синдрома, дефицита по витамину D, дефицита по белку, поэтому здесь мы, конечно, смотрим наличие каких-то хронических воспалительных процессов. Мы делаем цирреактивный белок, у нас ЦРБ. Ну, говорю, их много факторов, что вы сказали, гиппротеиномия, гипоальбуминурия, много, много факторов. Просто главное, вот для начала оценить, не за 15 минут, конечно, да, как у нас часто бывает, и дальше непременно на это обратить внимание. А изменения еще раз просят повторить по поводу глазного дна при недифференцированной дисплазии? Вы знаете, во-первых, надо обращать внимание непременно на цвет глаз, и второе, это, конечно же, все изменения, которые связаны с хрусталиком, так или иначе, которые необходимо смотреть. Но опять же, я не офтальмолог. Мы позовем коллег. Вот, но офтальмологи должны на это обращать внимание. Это, на самом деле, самые простые. Ведь приходит ребенок, у которого сразу появляется снижение зрения. Конечно. У него могут быть совершенно различные офтальмологические критерии и признаки, которые ненормальны к этому возрасту. Пришло время, на самом деле, минута осталась, час пролетел вот так. Я надеюсь, у нас будет запись, как вы думаете? Обязательно будет. Я тоже так думаю. В последние годы увеличилось действительно количество выявляемых пороков развития и наследственных заболеваний. И здесь, может быть, это связано с экологией, может быть, это связано с лучшей диагностикой. И здесь изменения сытной ткани выходят не на последнее место. Давайте скажем так аккуратно. Поэтому я думаю, что серии этих встреч мы только подняли вот эту тему, актуальность которой на сегодняшний момент бесспорна. И я вас благодарю за уникальную, интереснейшую для меня, как для драматолога, беседу. Я точно теперь знаю, на что нужно будет обращать внимание и точно знаю, куда отправлять моих любимых пациентов. Главное, чтобы они были здоровы. Это очень важно. Спасибо большое. Спасибо большое. И всем, кто был с нами сегодня, следите за нашими эфирами. Всего вам самого доброго. До свидания.